Включено. Как понять? Вот есть у меня легкая форма хотя бы, если я подгузник еще не надеваю, вот, и в принципе часа два посидеть без телефона могу. Ну, как эти исследования, вот мне просто поподробнее можно рассказать? Как это проводилось, как это понимали? Сейчас основное направление это исследование мозга с помощью функциональной магнитной резонансной томографии и других методов, которые позволяют видеть, как мозг реагирует на те или иные раздражители, как он принимает решение там и так далее. А известно, как в Китае лечат? Это как от наркотиков в завязке, грубо говоря. В завязке, да. К сожалению, никаких терапевтических способов химических, которые мы могли использовать для того, чтобы воздействовать на поведенческие паттерны, то есть только поведенческие паттерны. Это нейроны связались, у них там есть такие шипики, они друг друга тыкаются, образуют нейронные сети, такие нейронные ансамбли. И по ним крутится нервно-психическое напряжение. И, ну, вы не можете это не вырезать, потому что это слишком сложно, там, придется полмозга искромсать, да. Можно только заставить эту связь разорваться. Естественным образом. То есть вы должны сформировать другую, например, доминанту. Почему говорят, айм алкоголик, да, все время, на всю жизнь, потому что если вы срываетесь, то дальше вы актуализируете эту нейронную сеть, да. Ухтамский говорил, доминанта не умирает никогда, да, то есть соответствующая нейронная сеть у вас все равно есть, она просто менее активно используется, то они направляются в нейропсихическое напряжение, и она снова способна полностью возбудиться и воспроизводиться. Поэтому мы вообще очень зависимое существо. Вообще, что такое адаптация, да, это формирование нейронных ансамблей, позволяющих нам эффективно функционировать в предлагаемых обстоятельствах. Это адаптация. Мы очень адаптивны, человек ко всему привыкает, да. Но иногда просто эта адаптация может быть, ну, целесообразна, что называется, а иногда она может быть патологической, да, мы адаптируемся вот к каким-то вещам, которые после этого очень существенно влияют на нашу психику. Вот что такое животное, да? Ничего, что мы называем человека животным. Животное. Оно эволюционно настроено на что? На выживание. Чтобы выжить, надо прокормиться, поэтому мы обожаем калории, да, и когда вы заходите куда-нибудь в кофейню, и там раздается аромат от всего вот этого, от этих пряностей и сладостей, вот, у вас возникает слюнотечение, да, вот, вы не можете остановиться. Вот, вы можете, но, может быть, кто-то не может. Я даже не могу. Вот. Информация точно также важна для выживания. Кто первым увидел, тот первый спасется, тот передаст гены потомству. Кто сидел, как бы, медитировал, то ему может, как бы, и не повезти, да. Пищу точно также находить, это следить за информацией. И если мы сейчас стали страдать ожирением от избытка калорий, потому что наша цивилизация стала производить очень много калорий, да. И, соответственно, все человечество страдает ожирением. Вот. И точно так же информационная зависимость, да, это точно так же потребность в этом биологически обусловлена. Просто никогда в природе не было такого количества постов, лайков, репостов, прямых эфиров, сторис, там, и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас мы вот сидим, как в зарослях, понимаете, и вот хватает с тревогой. Кстати, вот, кстати, про критерий. У людей, например, просто если отключить уведомления, у них поднимается уровень кортизола в крови. Ну, то есть непривычно. То есть должны абсолютно постоянно там, значит, вот это прыгать эти какие-то уведомления. Перестают тревожиться? Это к вопросу про зависимость. А, он начинает тревожиться, что что-то не так, да, ничего не происходит. Да, вот. Когда мы хватаемся за телефоном, ну как себе это... Что там в почте? Ну не написал ли кто-то? Просто что хорошо с калориями? Когда люди очень много потребляют калорий, они теряют как бы сексуальную форму, и дальше половой инстинкт вступает в борьбу с инстинктом потребления калорий. Вот. И он как бы говорит, надо садиться на диету, да? А зачем садиться на цифровую диету? Какая... Какой мне инстинкт тут скажет? Давай-ка ограничить цифровое потребление. Вот. А механика-то одна и та же. Биологически обусловлено.